Бандитка издевается над матерью спортсмена, предлагая психиатрическую помощь. Плюс бонус в конце. Алло, Яна Александровна, здравствуйте. Добрый. Алло. Да. Вас беспокоит клиника восстановления детского психического здоровья. Удобно разговаривать? Да. По какому вопросу? Смотрите, газета.ру передала сведения по поводу синдрома Аспергера у вашего ребенка. Вы бы хотели предложить вам программу реабилитации. Во своем уме? Что именно, не понимаю. Я не совсем... секундочку. Газета.ру опубликовала статью, в которой утверждают, что у вашего ребенка синдрома Аспергера. Подождите, я не могу. Да. Да. Секундочку. Да, я вас слушаю еще раз. Ничего не понимаю, у меня просто очень много людей. Еще раз. Да, Яна Александровна, газета.ру опубликовала статью, статью. Вы кто такая? Я руководитель клиники восстановления психического детского здоровья. Прекрасно. Частная клиника, да. Мы хотим предложить вам программу по лечению синдрома Аспергера. А вы хоть раз видели моего ребенка? Смотрите, я вам... Яна Александровна, смотрите. Во-первых, да, эти сведения нам передала газета.ру, да, о том, что этот синдром якобы экспертизы был установлен и выявлен у вашего ребенка. Экспертизой какой? Психиатрической. А во-вторых, в принципе, из публичных видеороликов, ну, в принципе, наши, да, наши психологи, психотерапевты дали тоже заключение о том, что, по крайней мере, наблюдаются внешние признаки данного заболевания. Значит, физиологическая экспертиза. Во-первых, представьтесь, как вас зовут, ваше имя, отчество и название вашей клиники. Петрова Алиса Сергеевна. Клиника. Клиника восстановления детского психического здоровья. Угу. Себе психологическое здоровье не хотите восстановить? Почему вы так общаетесь со мной? Потому что то, что вам передали, это абсолютная ложь и клевета. Моего сына обследовал психиатрическую экспертизу, он абсолютно здоров, завоевывает соревнования, выигрывает соревнования, завоевывает титул, выступает в шоу. Ясно? Скажите, пожалуйста, его обследовала коммерческая или государственная клиника? Яна Александровна, это важно. Государственная клиника. Государственная. Но мы же понимаем, что с вашими связями можно подкупить любых экспертов и любую экспертизу сделать. Правильно? Правильно. Это невозможно. Я передам... Ну как невозможно? Я передам ваши сведения в полицию, чтобы они тоже... Я предлагаю вам пройти программу реабилитации. Поверьте свои мозги, а еще лучше проверьте ваши клиники. Яна Александровна, зачем так общаться? Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Где? Вас беспокоит участковый полномоченный, капитан полиции, Жоп Игорь Игорь. С кем я разговариваю? Как еще раз? Жопов? Кто? Я не расслышал фамилию, вы это шутка, что ли, какая-то? Я Ежоп, я не жопа. А, я понял. Так и участковый, и что вам надо, я не понял, капитан. Я не знаю, куда я попал, с кем я разговариваю, можно представить. Я представил, что... Ну, меня зовут Виктор. А фамилия? А где вы номер взяли? Ну, сейчас расскажу. Вы представьтесь, что я же должен знать, с кем я разговариваю. Я откуда знаю, что вы сотрудник полиции? Я могу позвонить вам и сказать, а я сотрудник ФСБ. Ну, вы можете приехать. Подождите. Тоже можете приехать ко мне. Куда вам приехать? Какой адрес я приехал? Ко мне приезжайте. Адрес какой? Ну, вы не знаете, где находится центральное управление у ФСБ России? Вы что, сейчас будете язвить или что? Я вам позвонил, представился, кто я вас задаю. Я вам тоже представился. Вы сотрудник, сотрудник, который был в Моке? Майор Абрамов. Майор Абрамов. А скажите, а кем вам приходится гражданка Меркулова Марина? Ну, никем. Никем она мне не приходится, просто знакомая. А вы ей звоните, вы угрожаете зачем? Никому я не звоню, никому я не угрожаю. Вы что? Ну, она говорит, что угрожаете. Ну, записи есть. Есть доказательства какие-то ее слов? Да, записи разговоров ваших. Ну, отлично, предоставьте. Ну, вы приедете, я вам предоставлю. Я же не могу вам предоставить. Да никуда я не поеду, развод какой-то опять. Мне звонят с утра до вечера какие-то хулиганы сюда. То какие-то капитаны полиции, то какие-то шамели там мне звонят. Из Чечни, из Дагестана. Вы уже определитесь, ребята. Вы приедете, что вы там определите. А что вы оскорбляете? Уважаемый, почему вы оскорбляете? Во-первых, я никого не оскорбляю, а во-вторых, я еще раз говорю. Я представился, нормально с вами разговариваю. Сейчас я начну в таком тоне с вами разговаривать. Понятно вам или нет, что я сказал? Или вы будете пререкаться со мной? Да, я буду пререкаться, как и вы со мной. Я с вами нормально разговариваю. А мы вам трудно пытаемся. И вы ненормально разговариваете. Я сказал, Виктор Абрамов. А зачем вы, ну, меня удивительно, зачем вы Марине Анатольевне звоните? Ну, во-первых, я никакой Марине Анатольевне не звоню, если уж на то пошло, то она звонит мне. И во время коронавируса у женщины ее возраст и климакс, и вы, наверное, сами понимаете прекрасно, чего ей нужно. А когда ей говорят нет, то она обращается в полицию. Как вам такое, а, капитан? Да мне неинтересна ваша личная жизнь, я поэтому не хочу разобраться. Мы полиция не занимаемся благоустройством личной жизни. У нас не надо разрешения спрашивать, чтобы встречаться, правильно? В смысле? Как это? Ну, это разрешение не спрашивается, что вы встречаете. Ну, и что дальше? Ну, и что? Ну, и что? Ну, она вас обвиняет, что вы не даете ей жить. Закажите обратно. Ну, а я обвиняю в том, что она постоянно меня забрасывает сообщениями сексуального характера. Ну, предоставьте, будем с ней разбираться. Ну, пожалуйста, я предоставлю. Ну, предоставьте, я вас приглашаю. Вы предоставьте сначала записи свои, вымышленные. Ну, чтобы я вам предоставил, вы должны ко мне приехать, правильно? Я вам предоставлю. Ничего я не должен. Ничего я не должен. Да вы были раньше женаты или встречали? Откуда вы друг друга знаете? Был у нас несколько раз с ней оральный секс. Ну и что? Да, я его познакомилась. Ну, я не могу понять. У вас какие-то вопросы странные. Вы ее муж, что ли, бывший? Звоните мне до печи или что, я не пойму. Что, у нее муж бывший мусор, я не могу понять. Вы что, меня пугать вздумали? Вы смелые по телефону, правильно? Вы мне можете там какие-то условия ставить. Я вас приглашаю. Капитан, ты погоны сними. Ты погоны сними свои. Послушай меня, капитан. Ты если пришел за свою бабу вставать, я тебе еще раз повторяю. Ты погоны сними. Послушай, не тыкай мне. Отложи. Не тыкай, я тебе ебало забью. Понял меня? Ты, приезжай ты сюда. Кто ты такой? Четыло, блин. Слышь, ты что? Мусор, ты обел, блин? Так базарь. А ты? А ты, капитан. А ты кто такой? Приезжай, приезжай сюда. Что ты, смелый по телефону только, да? Смелый по телефону. Слышь, смотри, ты форму одежды свою сними, табельное. Отложи. Приезжай сюда. Что такой смелый по телефону? Вы все смелые по телефону. Это ты такой смелый по форме, когда с погонами. Это ты смелый. Ты меня даже не видишь. Может, я не мент. Понимаешь? Ты представился капитаном. Что ты? Ты пизбол, когда получается мусор, еще и пизбол. Слушай, это ты. Слышь, понял. Ты выбери, кто ты. Мусор или ты пизбол. Ты урод. Приедь сюда. Все, больше нечего тебе сказать, табак. А тебе больше нечего. Ты смелый по телефону. И скажи еще раз, она мне наберет. Я на рот ее. Понятно тебе или нет? И скажи еще раз, мусора своего будет ко мне посылать. Я на мусоровозку вызову. Понятно? Ты смелый, да? По телефону. Бычара. Ладно, ты кончишь. Мы повсюду. Нас бесконечно много. Спросите, кто мы? Мы бандиты вольного. Повелевает всеми. Нами зеленый тролль. Тот самый с ушками, который в троллинге король. Только хардкор. И только франкота. Мы учиним беспредел. Хаос и балаган не остановят. Никакая у нас система стопхан. Крешуют нас вольняши. Лишенная нога по приказу предводителя. Идем на битву. Гоблины зеленые. Вас тоже скоро настигнут. Даже не прячьтесь. Вам все равно не скрыться. Вам не поможет скорая. И не поможет полиция. Вам остается только надежды лишь повалиться. Вы наши жертвы. А мы шифруем свои лица. Не остановиться. Мы уже повсюду. Зеленые. Опасные тролли уже орудуют. Совсем не важен. Ваш социальный статус. Важно лишь то, что скоро будет порван ваш шанс. Сказать вам, кто мы. И я отвечу снова три простые слова. Мы бандиты вольного. Мы повсюду. Нас бесконечно много. Скажу вам, кто мы. Мы бандиты вольного. Мы бандиты вольного.